уважаемые раки всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию тару прогноз на неделю с 5 по 11 августа включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера поэтому раскладка подойдет как женщинам раком так и мужчинам надеюсь что каждый из вас найдет для себя что-то важное и полезно так как расклад затрагивает фактически все важные сферы вашей жизни это и дом и ваши личные отношения также все то что касается работы и карьеры ваших финансов доходов и расходов внешний мир в отношении вас смотрим что в скрытых факторах подводим итоги этой недели и в раскладе будет карта дополнительного совета или карта force мажора сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желание это карта которую я достану последний после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответить на загаданный вами вопрос эту карту мы рассматриваем самую последнюю думайте о своем вопросе напоминаю что все те кто знают свой асцендент просматривать расклад вы можете как по асценденту так и по своему основному знаку зодиака и то и другое и верно таким образом у вас будет больше информации для анализа для сравнения колода готова и я приступаю к выкладке карт уважаемые раки все карты вашего расклада перед вами и я начинаю его прочтение ваш расклад выпала всего лишь одна карта старшего аркана и это луна выпала она и в малый крест и в пересечении большого креста это говорит о том что ваши самые основные волнения все-таки связаны с чем-то личным с домом и семьей то что касается работы финансов здесь я вижу что у многих все должно быть неплохо рабочие процессы продолжаются те кто при работе для тех кто в поиске работы или вы не работаете вообще я не вижу того чтобы вы оказались на грани бедности или того чтобы вы были в каких-то лишениях так как ваш расклад выпала 4 карты монет это и четверка монет это и семерка монет в центре это и 6 монет и карта короля монет в скрытых факторах все эти карты говорят о финансовой стабильности а это либо говорит о том что у вас есть дополнительный источник дохода либо это какие-то выплаты от государства и вообще вы стараетесь не сидеть на месте а как-то жить при этом еще пытаясь что-то улучшать ваш расклад начинается с активной карты рыцаря жезлов это говорит о том что уже в начале этой недели что вы проявляете большую активность во многих вопросах которые для вас важны так и кто-то в отношении вас проявляет активность эта карта может показывать любую информацию важные встречи переговоры важные обсуждения и если меня смотрят мужчины то возможно вам самому нужно чем-то преуспеть поторопиться проявить в чем-то действительно инициативу что-то самому организовать так как карта дорожная она может показывать и состояние дорог может быть кто-то сейчас уже находится в состоянии разъезда у кого-то такие дороги могут только планироваться но эта карта может и в целом показывать активность по местности даже если вы не едете никуда по этой карте в отношении вас к вам могут идти интересные или хорошие предложения которые вас могут заинтересовать и их стоит рассматривать если говорить о женщинах раках то в отношении вас активность проявляет мужчина может быть от мужчины зависят какие-то ваши дороги или жизненные изменения но карта хороша как для женщин так и для мужчин я вижу что и те и другие вымыслить и правильно позитивно общий запас энергии прекрасной сила есть энергия есть поэтому все важные дела решение любых вопросов начинайте этим заниматься уже с понедельника понедельник предвещает быть удачным и не только понедельник на входящие события выплат четверка монет эта карта тоже стабильности она конечно говорит о том что денег не так много как хотелось бы но у многих из вас может быть небольшой финансовый резерв запас я вижу что вы к этому стремитесь даже те у кого такого запаса денежного нет вы хотите себя обезопасить вам нужна финансовая подушка безопасности и вы все время думаете о том как улучшить что-то финансово есть какие-то процессы которыми вы увлечены которые могут приносить вам прибыль для тех кто работает это ваша основная работа вы очень скрупулезны в мелочах в деталях очень ревностно относитесь каким-либо своим достижением и вообще вы показаны по жизни как люди собственники даже при общении с разными людьми вы по жизни можете быть одиночками это может еще говорить о том что вы многое привыкли решать самостоятельно вы очень бережный и осмотрительных в тратах прежде чем что-то купить на что-то потратить во что-то инвестировать деньги вы думаете о том а что это вам принесет будет ли это выгодно будут ли эти вложения удачными центр вашего расклада выпала семерка монет это говорит о том что вы трудитесь буквально каждый день вы надеетесь на улучшение в будущем многие из вас могут рассматривать любую дополнительную подработку для того чтобы что-то улучшить финансово такие предложения и возможности будут так как в дом ваших финансов выпала очень активная карта восьмерки жезлов эта карта зеленого света поэтому на этой неделе любые сделки могут быть успешными также любые переговоры которые могут принести вам в дальнейшем деньги дополнительный доход также будут успешными то дело которым вы занимаетесь сейчас уже не вызывает такого энтузиазма который вызывала ранее но все-таки это карта терпения и она говорит о том что шаг за шагом постепенно вы все равно идете к своим целям хотя в чем-то сомневаетесь может чем-то не уверены есть и какие-то внутренние страхи того что что-то может не получиться но эти страхи напрасны на внешний мир для вас выпала еще одна четверка это четверка чаш эта карта может говорить о том что кто-то вам предлагает может быть действительно что-то интересное стоящее может быть даже просто кто-то с вами хочет увидеться лишний раз пообщаться или кто-то вам предлагает свое общение или свою дружбу вы выборочные в общении вы не с каждым захотите общаться или не каждого захотите видеть и сама по себе эта карта еще может говорить о том что все-таки хочется отдыха но тогда когда у вас этот отдых есть и когда он в избытке он вас тоже перестает радовать потому что вы все время думаете о работе о заработках о том что нужно что-то делать и для вас не свойственно долгое состояние рассиживания на одном месте вы себе небольшой или короткий отдых можете позволить в этом периоде если сами что-то правильно организуете это никаким образом негативно не повлияет на ваши дела потому что все в целом будет под контролем и об этом говорит шестерка монет в большом кресте благодаря тем деньгам которые есть у вас вы способны помогать еще кому-то вашим близким кому-то из вашей семьи но также и вам если вдруг понадобится дополнительная финансовая помощь на что-то вам по восьмерке жезлов не откажет кто-то человек которого вы хорошо знаете в плане делового сотрудничества здесь может быть очень много контактов информации движения даже для тех кто пока не работает официально или вы по каким-то причинам дома я все равно вижу огромную активность восьмерка жезлов еще может предполагать то что кто-то из вас планирует вкладывать деньги в дороге может быть в информацию в образовательные процессы того чтобы вы оказались в больших финансовых минусах даже если вы во что-то вкладываете деньги я не вижу я не вижу того чтобы вы чем-то особо рисковали и в конечном итоге оказались в потерях но я и не вижу каких-то крупных масштабных сделок все-таки здесь больше речь идет о средних сделках о малых или небольших деньгах но которыми вы умело можете управлять прислушивайтесь к своей индуиции она у вас неплохо работает есть финансовое чутье но сейчас мы возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу и те кто работает и тех кто не работает для тех кто при работе для вас выпала карта старшего аркана повешенного эта карта может говорить о том что вам в работе постоянно приходится чем-то жертвовать возможно бывают некоторые подвисания или когда что-то тормозится или приостанавливается вам приходится чего-то ждать но в то же время этот аркан может говорить о том что возможно и не нужна сейчас в чем-либо большая спешка эта карта говорит о том что вам нужно в работе что-то пересмотреть даже если вы оказались в некоторых затруднениях все равно нужно искать выход смотрим что еще вам нужно знать это будет ли вас как карта совета карта рыцаря мечей может показывать конфликтные или спорные ситуации по работе когда-либо кто-то в отношении вас проявляет недовольство либо вы кем-то недовольны конфликт интересов это может быть даже любой человек как юридическое лицо проверяющий вас или вашу работу то что касается любых разрешений документов они у вас также должны быть в полном порядке так как эта карта может показывать и юридические моменты те у кого работа связана с дорогами с постоянным движением перемещениями в этом тоже могут быть своего рода сложности если это рабочие командировки то здесь тоже что-то на больших нервах но все-таки заработать вы сможете для тех кто без работы но вы сейчас в активном рабочем поиске для вас выпла шестерка мечей эта карта возможности она говорит о том что работу найти вы сможете предложения будут темная или нестабильная полоса вашей жизни останется позади возможно вы недавно где-то работали но ушли как-то не очень хорошо потому что есть подавленность внутренняя это может быть в целом не только из-за работы но сейчас я вижу что вы выбираете правильное направление и есть курс согласно которого вы двигаетесь это говорит о том что либо вам кто-то по работе что-то предлагает либо вы сами для себя что-то способны найти возможно для кого-то работа связанная с переездами за границей работа в другом городе или в другой стране возможно и если в планах есть куда-то поехать такие дороги осуществить вы сможете и восьмерка жезлов тоже дорожная активная карта я так полагаю что у вас будет ни один вариант ни одна возможность дохода есть еще один человек с которым вам по пути с которым вы вместе что-то будете решать вы еще помогаете и этому человеку и себе самому потому что все-таки вы основной двигатель каких-то идей то есть вы что-то предлагаете еще кому-то вы кого-то в чем-то пытаетесь заинтересовать карта очень активно и на перспективу она показывает очень хорошие большие возможности вы их даже в полной мере пока еще для себя не видите но они уже у вас есть для тех кто по каким-либо причинам дома для вас выпала карта десятки монет эта карта стабильных денег и она говорит о том что вы даже можете немножечко расслабиться возможно кто-то из родных вам помогает может быть у кого-то есть хороший дополнительный источник дохода который тоже может приносить хорошие деньги если в этом периоде вы во что-то инвестируете деньги это также дополнительная подработка карта может показывать крупную сумму денег или получения какой-то суммы денег в ближайшее время идут какие-то блага для вас для вашего дома хороши любые сделки с недвижимостью также купля-продажа чего-то крупного тоже вполне возможно эта карта может показывать какие-то приятные события в вашем доме в целом праздники отдых когда действительно что-то отмечается или вы кому-то с подарками или к вам кто-то идет с подарками хорошая карта для семейного бизнеса и если вы только будучи дома планируете что-то начать начать заниматься чем-то интересным это будет финансово для вас полностью оправдана эта карта без бедной жизни те у кого есть долговые или кредитные обязательства я вижу вашу способность урегулировать эти процессы вывести все на должный уровень и здесь поэтому проблем больших не вижу но все-таки не рекомендуется оформлять новые кредитные линии если говорить о частных лицах то да здесь какие-то сделки возможны ну а теперь посмотрим что будет происходить в вашей личной жизни в начале тех кто в паре для тех кто в паре выпала шестерка монет и карта старшего аркана луны по шестерке монет если говорить о вас вы действительно делаете все для того чтобы в доме было хорошо чтобы был достаток чтобы все были сыты накормлены довольны эта карта может показывать и желание каких-либо приобретений и вообще вашу большую душу ваше большое сердце вы умеете сострадать вы умеете прощать вы умеете любить даже тогда когда вам больно вы все равно кому-то помогаете из-за кого-то внутри не очень сильно переживаете если говорить о вашей второй половине ваша вторая половина сейчас может быть не в самом лучшем эмоциональном состоянии так как именно на него или на нее выпла карта луны и эта карта может говорить о том что все-таки либо есть недоверие либо есть какие-то сомнения в отношении друг друга хотя вроде бы на первый взгляд по этой карте все внешне как бы стабильно эта карта может говорить о том что есть какой-то определенный источник дохода благодаря которому деньги в ваш дом постоянно поступают и многие вопросы благодаря этим деньгам решаются но вы крайне боитесь нестабильности того что что-то может поменяться или того что на что-то может не хватать большое влияние на вашу пару может иметь еще одна женщина либо это мать либо это сестра бабушка тетя любая родственница вы можете кому-то помогать но при этом кто-то из близких может проявлять свое недовольство тут просто-напросто всем не угодишь вы даже дома особо и они же того чтоб отдыхали если вы работаете на дому это неплохой источник дохода но здесь есть волнение по поводу стабильности тут нужно трудиться каждый день то что мы видим по центральной карте ваша вторая половина почему-то считает что вы не совсем честны с ним или с ней финансово при этом что-то может решать за счет вас или с помощью ваших денег действительно не во всем ваш партнер или партнерша с вами открыт полностью но отношения сохраняются вы их тянете на себе так же как и все остальное переходим к нашим свободным раком для свободных выпала карта пожар жезлов карта королевы чаш и карта короля мечей у наших свободных все не так уж плохо если вы сейчас в отношениях вы встречаетесь отношения будут развиваться но я вижу что тут абсолютно разные характеры у людей абсолютно разные интересы вы разные конфликты интересов могут даже возникать из-за имеющихся детей у одного из партнеров или может быть дети есть у вас двоих на тот момент когда вы встретились разногласия могут идти и по поводу воспитания ваших детей их потребности и многого другого потому что женщина тут в чем-то не согласна с мужчиной а у мужчины на что-то свое видение свое мнение и мужчина считает что нужно в чем-то быть строже а женщина наоборот считает что нужно быть в чем-то мягче или идти на какие-то уступки поэтому тут автоматически может возникать конфликт интересов хотя внешне вроде бы как вы пытаетесь найти общий язык но возникают обиды из-за вот этих мелких недопониманий но то что касается детей и взглядов на жизнь это не назовешь мелкими деталями если вы по прежнему свободны я вижу что вы можете с кем-то знакомиться об этом говорила и первая карта вашего расклада если говорить о женщинах не спешите у вас еще будет выбор если говорить о мужчинах вам нужна женщина с достаточно сильным характером женщина которая будет намного слабее вас вам не подойдет вам только изначально будет с такой особо интересно но потом к этой женщине у вас очень быстро интерес будет пропадать если женщина для вас во всем предсказуемо для вас важно скорее всего чтобы женщина была хорошей хозяйкой по этим качествам вы тоже оцениваете женщину и в этом вам достаточно сложно угодить вы можете тут еще быть привередливыми так думают женщины но вы так не считаете вы считаете что именно так и должно быть в отношениях если у вас есть дети от прошлых отношений то здесь может быть вынуждено общение например с бывшим из-за детей потому что возникают какие-то потребности ваши дети могут хотеть этого общения хотя вы не сильно может хотите этого общения если говорить о женщинах меня могут смотреть сейчас те женщины которые только недавно начали с мужчиной встречаться и у вас еще такая легкая эйфория даже где-то влюбленность идеализирование мужчины но позже я вижу что будут разочарования поэтому не спешите с выводами скрытые факторы для вас выпала восьмерка чаш карта короля монет и карта туза чаш восьмерка чаш в какой-то момент говорит о том что вам все начинает надоедать и вам хочется просто покоя отдыха даже некоторого одиночества вам кажется или начинает казаться что у вас не слышат или не понимают возникает раздражение и по семерке жезлов тут могут быть любые конфликтные ситуации концу недели вот это состояние активируется больше и больше хотя здесь вы вроде бы как сохраняете спокойствие на протяжении всей недели но концу периода с терпением не очень и если кто-то идет в чем-то против вас вы тут молчать не будете вы будете что-то высказывать вы будете отстаивать свои интересы но именно так вам и нужно действовать не позволять кому-то садиться себе на голову а тут что интересно что кто-то из родственников либо вас чем-то обвиняет либо постоянно проявляет в чем-то недовольство это может касаться и ваша второй половины те кто в супружестве поэтому такое желание и появляется или те кто в отношениях поэтому вам нужно для того чтобы не думать о негативе с головой уходить в работу думать о финансах развивать какие-то новые творческие идеи которые могли бы улучшить уровень вашей жизни если есть какие-то хобби и увлечения также не забывать о них потому что даже ваши хобби и увлечения могут приносить вам дополнительный источник дохода также эти карты могут показывать то что вы все-таки примете примите либо чью-то дружбу либо приблизитесь себе какого-то человека которого держали на расстоянии и в конечном итоге будете радоваться потому что этот человек вам всячески будет помогать угождать для кого-то эти карты еще могут говорить о том что вас ждет новая любовь если говорить о женщинах раках то на вашу жизнь может влиять два важных мужских лица так как в нижней линейке я вижу две мужские фигуры это король мечей и король монет возможно один человек это тот с кем вы связаны работая финансами 2 это может быть человек с которым вы связаны какими-то официальными вопросами тут есть что-то для вас спорная или противоречивая тут нужно с кем-то договариваться договариваться сложно и тут в чем-то важном для вас именно в конце недели нужно будет расставить точки над и на карту дополнительного совета или форс-мажора для вас выпласть семерка чаш это карта иллюзии хотя карта творческая она может говорить о потребности в самовыражении есть мечты надежды но многие из них иллюзорны пока потому что нет достаточно хорошей почвы под ногами и мешают еще внутренние сомнения может быть вам еще кто-то со стороны говорит о чем то что у вас что-то не получится и таким образом вас могут сбивать с толка но теперь посмотрим на карту вашего желания сбудется ли она на ваш вопрос выплат девятка монет и эта карта уверенного ответа до большая вероятность того что на развитие событий по вашему вопросу нужно немножко больше времени чем вы загадали но все идет планомерно так как нужно в том вопросе который вы задали у вас уверенная позиция четкое понимание происходящего в эту действительно способны что-то контролировать когда вы в полной мере или в полном объеме получаете то что загадали вы потом начинаете немножечко грустить или скучать но только потому что вам хочется еще больших и лучших достижений очень хорошая карта на финансы на рабочую сферу но если даже говорить о личных отношениях тоже карта прекрасно вы показаны здесь как люди очень грамотные по вашему вопросу изначально что-то было хорошо спланировано или продумано и это все работает на вас давайте также дополнительно возьмем еще одну руну на ваш вопрос можете задать еще какой-то дополнительный вопрос и мы спросим как по вашему вопросу что-то будет развиваться в самое ближайшее время что нужно знать или на что нужно рассчитывать при том руну рассматриваем что в прямом что в перевернутом значении для вас выпала руна хагал это руна разрушений и сложностей это может говорить о том что вы можете получить желаемое но проходя определенные сложности это ровно большого напряжения давайте возьмем все-таки еще одну как поясняющую это руна исса она говорит о том что какие-то процессы могут быть до определенного времени замороженными или вам может казаться что что-то долгое время не развивается поэтому и говорилось о том что на решение вашего вопроса может быть понадобится больше времени чем вы задумали изначально уважаемые раки таким для вас был расклад на этот период благодарю вас за просмотр и подписывайтесь все те кто еще не подписан оставляйте обратные комментарии не забывайте о том что каждую неделю выходят свежие прогнозы которых я вас всех непременно буду ждать всем до свидания все те кто еще не подписан о том что если вы задумали о том что вы хотите